Меня зовут Сергей Голповский, я артист Московского академического театра «Сатиры». И сегодня мы с Павлом Крючковым, заведующим поэтическим отделом журнала «Новый мир», будем вести наш вечер. Сегодня дебют, премьера, открытие цикла поэтических вечеров. Название у этих поэтических вечеров звучит так – «Читаем вместе». Выбрано это название не случайно. Дело в том, что у вас, дорогие зрители, будет возможность услышать авторское чтение произведений и актерское чтение произведений. Ну, если все готовы, прошу вашего внимания. Давайте послушаем. Прожужу ли я вдоль улиц шумных, Вхожу ли во многолюдный храм, Сижу ли меж юношей безумных, Я предаю с моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, И сколько здесь не видно нас, Мы все сойдем под вечный спор, И чей-нибудь уж близок час. Гляжу ли на дуб уединенный, Я мыслю, патриарх лесов, Переживет мой век забвенный, Как пережил он век отцов. Младенца ль милого ласкаю, Уже я думаю, прости, Тебе я место уступаю, Мне время тлеть, Тебе цвести. День каждый, Каждую годину Привык я думы провождать Грядущей смерти годовщину, Межих стараюсь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина, В бою ли, в странстве, в волнах, Или соседняя долина Мой примет охладелый прах. И хоть бесчувственному телу Равно повсюду истлевать, Но ближе к милому пределу Мне все б хотел спочевать. И пусть у гробового входа Молодая будет жизнь играть, И равнодушная природа Красою вечную сиять. Дорогие друзья, Мы сейчас с вами услышали Голос народного артиста Рубена Николаевича Симонова, Который читает стихотворение Александра Пушкина. Бражули, я вдоль улицы шел. Спасибо, Павел Михайлович. Запись была сделана В 1951 году. Больше 70 лет тому назад. Да, спасибо. Запись эта здесь прозвучала Не случайно. Дело в том, что Мы сегодня с вами будем говорить Не только о явлении Авторского и актерского чтения. Дело в том, что Рубен Николаевич Симонов Не чушь также и Щукинскому училищу, Которое, как вы чуть позже узнаете, Здесь хорошо представлено. Но еще и потому... То есть Щукинскому училищу Он там просто профессором был. Конечно. Долгое время преподавал. Да, друзья, но еще и потому, что И это главным образом. Почему? Что сегодня, 10 февраля 29 января по старому стилю В 1837 году В Петербурге По адресу набережная Мойки, 12 В съемной квартире От огнестрельного ранения Смертельного Скончался Александр Пуш Наверное, вы знаете, что И многие читали, что Вот последний его день Последние часы Ну так всегда Это такое, знаете, увеличительное стекло Оставили свои воспоминания Владимир Иванович Даль Виктор Кулай приехал, да? Оставили свои воспоминания Жуковский Василий Андреевич Я помню Мы читали, как Пушкин Сжимая руку Даля В какой-то момент у него Так немножко Помутилось И пригрезилось Что вот эти книжные полки Над ним Вот эти вот Что они такая лестница Он ему сказал Давай, давай Идем Поднимаемся Выше, выше Потом он как-то пришел С себя говорит Господи Что мне сейчас показалось Захотел морожки И вы знаете Что послали Уже был вечер Значит принесли И Наталья Николаевна Его покормила И как-то казалось Что Ей показалось Что ему легче Он поел Сказал Чтобы разбудили деток Их привели Они спали на ходу Он так клал руку Каждому на голову Крестил И отсылал От себя рукою И И доктор Спаский Его спросил Хочет ли он Желает ли он Исповедоваться Причаститься Он сказал Да Кого позвать Он говорит Все равно Ближайшего священника И послали Там рядом храм Спасание рукотворного образа На конюшенной площади Послали И пришел Настоятель этого храма Он старенький уже был Отец Петр По-моему Он не понимал Кому он пришел Вот Он был Пушкина Вышел И это видели все И осталось такое свидетельство Со слезами на глазах Потом спустя время Екатерина Николаевна Дочка Карамзина Спросила Его Какое у него впечатление Он сказал Знаете Я уже старый человек Врать мне неудобно И незачем И я бы хотел Умереть так Как уходил этот человек И поэтому Что же 150 лет Которые проходили После этого дня Поэты Русские Откликались на это событие По-разному И вот мы С Сергеем Анатольевичем Подумали Что Начиная вечер Обратимся К одному такому Сюжету В 1985 году В русском издательстве Эрмитаж В Америке Вышла книга Чудесный десант Бывшего ленинградца На тот момент Эмигранта Филолога И поэта Льва Лосева И в этой книге Был цикл такой Посвященный русским поэтам Записи о русских поэтах И там был маленький Стихотворный Этюд Пушкин Позвольте Я его Прочитаю Выписки из русской поэзии Собираясь в дальнюю дорожку Жадно ел моченую морожку Торопился Времени в обрез Лес по книгам Рухнул Не долез Книги слишком шаткие ступени Что еще За дверью слезы Пени Полно плакать Приведи детей Поведи их под благословение Что еще Одно стихотворение Пара недописанных статей Не отправленный В печатню Нумер Письменцо Что не успел прочесть В общем Сделал правильно Что умер Все-таки Всего важнее честь Спасибо Спасибо Павел Михайлович Очень Некоторые детали На мой взгляд Не знаю Может быть Многие знают Но я вот не знал До Сегодняшнего вечера Спасибо Дорогие друзья Несколько слов Позвольте мне сказать О том Как будет устроен Наш сегодняшний вечер Буквально На этой сцене Через несколько минут Будут читать стихи Свои стихи Поэты Двое наших Ленинградских гостей Алексей Бурин Петербургских Петербургских Прошу прощения Алексей Бурин Ну и так И так Прошу приветствовать Александр Вергелес Спасибо И один московский гость Данила Крылов Совсем Юное дарование Услышим мы Также актерское чтение Стихов Наших уважаемых поэтов О которых я сказал выше А актерское чтение Мы услышим В исполнении студентов Щукинского института Театрального Также мы очень рады И благодарны За то что На вечере Наш вечер Украсть Юлия Рудберг Да она здесь И скоро появится В столе Надеюсь Поддержит Поддержит нас Своим словом Поэтическим словом Наш вечер не концерт Где есть выступающие Зрители Хотя и этот вариант Тоже возможен Нам бы хотелось С Павлом Михайловичем Чтобы на этой сцене В этом зале Возник диалог Что я имею ввиду Ну такая Лаборатория исследования То есть Вдруг возникнет вопрос Вдруг возникнет ответ Можно смело Как-то подискутировать Пополемизировать Пополемизировать Ну мы действительно Простите что я перебиваю вас Сережа Мы действительно будем Наверное посмотрим Как пойдет Задавать какие-то вопросы И актерам И поэтам Потому что Не то чтобы это проблема Но тема эта Вот взаимоотношение Между чтением Авторским И актерским Которая как многие считают В любом случае Является интерпретацией Текста Эта тема существует И она наверное Всегда будет существовать Хотя сегодня конечно Вот мы предварительно Разговаривали с Юлией Ильиничной Рудберг Она сказала Боже мой Мы в таких живем времена Что вообще Если кто-то Хоть что-то Поэзию Да счастье великое Да Но тема все равно остается Поэтому Нам сегодня Будет интересно спросить И у актеров И у поэтов Что они думают Об этом явлении Нужно ли Артистам читать стихи В присутствии поэтов Особенно А почему и нет А почему и нет Так что да Об этом будет разговор Да И чтобы в полной мере Услышать И вкусить каждого поэта Вечер будет устроен так Сначала Авторское чтение Произведений А потом Актерское чтение Произведений Этого же поэта Таким образом Мы с вами получим Возможность увидеть Под разным углом Одного и того же автора Ну хорошо Не слишком наврал Не слишком наврал Все Можем начинать Начнем Я сейчас Несколькими словами И чтобы не было Это долго Постараюсь Представлю Нашего гостя Поэта Алексея Пурина Здесь Кстати говоря Пользуясь случаем Хочу сказать Находится и книга его Свежая Новая Астры Она вот там Имейте это ввиду Ну Алексей Простите Что при вас Я буду это делать Ну уж как получится Значит Вам 66 лет Так по моим представлениям Да? Не ошибся Алексей Пурин Коренной ленинградец Он по образованию Насколько я знаю Химик Инженер-химик Заканчивал технологику Автор более 20 книг Вот названия этих книг Я некоторые себе выписал Из них По-моему Три у меня есть Созвездия рыб И вот те названия Которые мне Очень просто на сердце Созвездия рыб Неразгаданный рай Почтовый голубь Долина царей И вот Астры Алексей Арнольдович Сказал мне Что его страница В Википедии Я такой не видел ни у кого Такой подробной Похожей на диссертацию Делает не он А видимо кто-то Из его читателей Поклонников Я не знаю Я не стал спрашивать Кто Там замечательное Я выписал Соображение Но оно очевидное Дело в том Что Алексей Пурин Которого вы сейчас услышите Он подлежит К тому кругу Ленинградских поэтов Которые Ну как-то они Возревали И группировались Вокруг Ну того Поэтического космоса Который создавал Александр Кушнер Это будет правильно Так сказать Да? Вокруг Александра Кушнера Там свои Конечно Очень принципиальные Эстетические Воззрения Безусловно То есть Вот как сказано Ориентация На Будничное Слово Иннокентия Анинского И Мандельштамовскую Тоску По мировой Культуре Первая книжка Алексея Пурина Лыжня Старинная Очень книга Уже теперь 87-й год Это 40 лет тому Назад На нее Откриплась Вот недавно Ушедшая Галина Гамбер И она сказала Что В этой книге Образы Действительности Преломляются Через призму Культуры Накопленную Память Духовную Преемственность Расширяющую Содержательную Вместимость Каждого Образа То есть Вы можете себе Представить Какая нагрузка В этих стихах Лежит не только На строку Но и на слово Я добавлю Что Алексей Пурин Работает Давно В старинном Петербургском Журнале Звезда Где Что редкие случаи Заведует И отделом Поэзии И отделом Критики Он не очень часто Бывает в Москве Поэтому Особенная радость Что он Сумел приехать И тем Благодарность Кто помог Это сделать Алексей Пурин АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Если бы я не был Стар Я бы уже Сним Нажмем кнопочку Тут все Первый вечер Это такая штука Давай Давай И подержи Нажал Подержи Отлично Ну-ка попробуйте Горит Вот теперь Слышно Да Вот так Слышно И чуть-чуть Можно поближе Микрофон Да Ну вот Спасибо Павлу Ключкову За Залестные слова Ну да Не знаю Вот Это очень интересно Вот сейчас я буду читать Плохо читать Свои стихи И вы поймете Да Что Что конечно Актеры читают Стихи лучше Но они На мой взгляд Читают их не так Как следовало Есть большая проблема Об этом можно потом Скать Несколько слов Если меня На сушостроители Ведущие Спросят Вот Я подобрал Пять стихотворений Исключительно Про русскую поэзию Но поскольку Действительно День смерти Пушкина День рождения Пастернака Вот Стихи о русской поэзии Комментировать их Совершенно бессмысленно Потому что Тут надо Как бы Рассказывать Про каждую строчку Ну Не знаю Как бы Попробуй Попробуем Чтобы Ни в коем случае Ничего не рассказывайте Про каждую строчку Чтобы это было Целокупными Какими-то Конечно Не будут заниматься Такой внимания Только скажу Что в первом стихотворении Упомянутый Геннадий Айби Был такой Модернист В общем Экспериментатор Который мне не очень нравится Стихи о Ломоносове Который Между прочим Кроме того Что Можно сказать Устроил Русскую Науку Он также Устроил Русскую поэзию Сила Ботаническую Поскольку Написал первое Сила Ботаническое Стихотворение Ода на взятие Хатина И пришел Помните К вам Вот сюда Из Архангельской Губернии Вот С рыбным Огодом Морозный Рыбинск Не разбудит Эфтербу В кварцевом Гробу И только Даром Горло Студит Архангель Вдувающий В трубу Учук Щенет Анакриона Зыря нам Хватит И айги Но кто Метрического Звона Предаст Тинанием Пурги Кто наш Хмельной Отширеводный И хищный От смешенья Раз Российский Мрак Парфирородный Вольет Магический Алмаз Напрасной Северной Реки Прекрасней Всех Паросских Рос Но вот Пусем Из грязи Греки Скользит Полозьями Обоз Он Рифмотворный Псалтыри Тоской Нагружен И треской И раздвигает Тьму Все шире Заря Багряна Рукой Последняя Срочка Просто Из Оды Оды Ломоносов Это вообще Про русскую поэзию Боззио Это Певица Которую Воспел Она умерла В России И итальянка Которую Воспел Некрасов Да Довольно Известная История Вспомним Боззио Скифские Тени Венецейско-Тосканских Обид Луч Сининка Играет В трястенье Дремлет Вилла Соломенко Спит Злая Жизнь За заветным Порогом Превращается В мраморный Сон И собачьим Упряжком Пирогом Доверяет Дочурок А он Но давно Источился И сломан Европейского Века Хребет И никчемен Бессолнечный Гноман Утонувший В снегах Мусагет Мрак Гиперборейского Рая Остроласковый Лавр На виски Нам возложит И так Догорая Только Боззио Муза Тоски Это стихотворение О Бродском Он Последние Несколько Последних Лет жизни Писал Секрет Про Рождество Гнилой Гнец И ларец Хранит И золото И кости И ты Кощунственный Певец Приют На острове По гостям Обрел Где за Этийских Вилл Теснится Враморная Пена Спи Спи Покуда Михаил Нас всех Не вытравит Из тлена Вокруг Лепная Пустота А плод Всемирный Малерия Не знаю Вею ли В Христа Скорей В первенце Марии В покое Младенческого Сна Над Млечной Тайной Песи Знаков Восла В ночные Имена Небо Читателей И магов Но вновь Потусторонний Хор Гремит Над Замерзшим Базаром И вновь Каспар И Мельхиор Бредут Вослед Заболтазаром И вижу Согласия Степ Насильника Седьмого Круга Что и Картонный Наш Вертеп Подарок Любящего Друга Вертеп Понятно Это вот такая Рождественская Сценка Сделанная С куклами Любящий Друг Это Господь Вот видите Актеры Голос тренируют У них Поэтому Не происходит Таких Проблем С дикцией Стекляния Называется Пастернак Смотрит На кремацию Маяковского Что Столевар Сквозь Людяное Окошко С искоркой В глазу Глядеть На всплески Злого Зновая Как в летний День На стрекозу Слезу В самом деле Швороняя От жары Бьющего Зрачки Что ждет Бессмерти Твердо Зная За адом Огненной Реки Ведь Малибдена И Вольфрама Добавит Сталин В эту Стали Жить нужно Яростно И прямо И слепо Вглядываясь Вдаль Еще сыграют Марш Солдаты И в белом Венчике Из роз В непоправимый Час Расплаты Причалит К берегу Христос Последние Валей Валей Не пройдет И рот Сам Приходи Приходи Клим Клим будет читать Стихотворение Алексея Пурина Несколько слов О Климе Клим очень любит театр Так любит Что в театре Он работал практически На любой должности Вот какую ни назовите Да Клим Как ты сам про себя написал И звукорежиссером И помощником режиссера И сценографом И художником Постановщиком В общем Любит театр так Что души в нем не чает Пожалуйста Клим Просим Добрый вечер Алексей Роман Я не волшебник Я только учусь Давай учу Не боги горшки обжигают Читай Роман Серо Безумная Барселона С фонтанами на груди Где строят дома наклонно И где растет Гауди Валенсия Вроде вальса Над втоптанной в тверть рекой Оканувшим не печалься Махни ему вслед рукой Гранатовая граната В дурмане арабских зал Куда круглоту квадрата Вписал император Карл От косов и тук усилия Собой изумивших мир Сервильнейшая Сервильнейшая Севилья Клавирный Гводалквивир Стоарочная кордова Как соты во весь экран Где храму мечеть основа И в Библию вбит Коран В бреду и на грани бреда Как если б и вправду Грек его начертал Толедо В кольце торопливых рек И нас приведет дорога В стучащий о мрамор плит В цветущий своим барокко В кишащий людьми Мадрид Цинандали Вновь я выпил цинандали Через сорок лет Да не та лоза в бокале Молодости нет Та пьянила, не горчила, а теперь горька Чуть сочится и сточила Что твоя строка И давильщику ногою не ступить в одно Это очень дорогое Бодрое вино Помню княжеского сада Сладостную сень Что еще на свете надо В знойный летний день И давильщику ногою Помню княжеского сада Сладостную сень Что еще на свете надо В знойный летний день А хозяин был поэтом Вроде нас с тобой Но при этом Но при этом Крови голубой Век стоял вегетарианский Персия не в счет Над долиной лозанской Время не течет Снова щедрый кахетинец Сказка и львы Протянул тебе гостиниц Полную бутыль Клим, спасибо Мы вас не отпускаем Значит, ну вы уж первый Поэтому и будете, так сказать, первым отдуваться Давайте вот мы придумали с Сергеем спросить вещь Я спрошу то, которое мне пришло сейчас в голову Вам приходилось вообще со сцены читать стихи Кроме экзаменов? Кроме экзаменов в спектаклях? Хоть раз? Кажется, нет Приходилось? Да Приходилось Вот скажите, пожалуйста, актеру Чтение поэзии на сцене Что-то дает для профессии? Именно поэзия С вашей точки зрения Совершенно субъективно Определенно что-то дает А что? Как вы? Я предупреждение волшебника Нет, нет, а причем Ну смотрите, ну вас учат все-таки Да, вот стихи вы читаете Стихи, не проза Там никакой, не кусочек из пьесы Там, понятно, да? А вот стихотворение Это совершенно другая организация речи В общем, в принципе Я думаю, что стихотворение Стихи, в принципе, сложнее читать, чем прозу Но это лично для меня субъективно В этом, в чем сложность Это держать весь зрительный зал Чтобы он шел с тобой за этой мыслью Которую есть автор, который все это написал Актер, ну, я должен это все как-то, ну, простроить Это мне еще повезло Поэт передо мной Я могу с ним посоветоваться Потом посоветуйтесь Да А так, чтобы самое сложное, я думаю Это вести вот эту мысль От начала до конца И самое сложное Это, с одной стороны, это поэма А с другой стороны, если делаешь какую-то композицию Например, из стихов Пушкина, любовных Или Пастернака О музыке Ну, и так далее Или Я делал композицию Мы делали с педагогом композицию По книге Геннадия Шпаликова Я жил, как жил Да И там, ну, из начала стихотворения Потом его письмо Потом из какой-то Ну, из записных книжек И вот так, вот так, вот так Собрать все в одно И вот эту всю мысль пронести Вот начала до конца И чтобы зрительный зал не, ну, не зевал Скажите, а в поэзии вообще театрально заложено? Как вам кажется? Я думаю, да Хорошо, спасибо большое, Клим, мы вас отпускаем Спасибо Дорогие друзья, как выше я уже говорил С Павлом Михайловичем В нашем зале присутствует почетный гость нашего поэтического вечера Народная артистка России Юлия Рудберг Давайте ее поприветствуем И пригласим к нам сюда на сцену Спасибо Здравствуйте, Леонид Ильич, здравствуйте Сейчас я все к вам устрою Лоботомия, да, получилась легкая Здравствуйте Да Что мне хочется вам сказать Что какой-то у меня сегодня удивительный день Потому что я много раз в своей жизни Приходила в этот дивный и любимый мной магазин Как покупать Я купила здесь много книг для себя Для друзей, для детей и для внуков И вот сегодня так вот приоткрылась мне Как Алисия в Зазеркалье Такая дверь, когда можно войти с другого входа И я увидела людей, которые здесь создают атмосферу Увидела прекрасное закулисье А иногда в театрах закулисье Интереснее то, что происходит на сцене Я с таким тоже сталкивалась Но вот здесь сегодня я так вот Я не могу даже сказать, что я так взволнована Я просто немножко даже не понимаю Это такая реальность И потом я стою на сцене У меня есть возможность читать стихи И вот они стоят книги Вот оно Наше прекрасное русское слово И не только русское И прекрасные переводчики, гениальные Знаете, я когда-то удивилась Когда в захлёб прочитала Куртову Нагута А мне папа рассказал, что Райт Ковалёва Оказала очень большую услугу Прекрасному, грандиозному писателю Куртову Нагуту Что так его перевела Потому что действительно это была уникальная женщина Уникальные переводчики А вот когда мы репетировали Шекспира Любимый Пастернак Оказал не очень хорошую услугу С точки зрения того, чтобы играли артисты То, что написано Шекспиром Потому что уверяю вас, что переводы Например, Гамлета Это совершенно самостоятельное произведение Потому что Шекспир был хулиганом Писал для театра Который находился на рынке И писал так длинно Ещё и потому, что Шекспир Оказался первым в мире сериальщиком Люди, которые продавали рыбу, мясо И всё что угодно Они заходили в этот театр Где шло ордоксерсово действо И смотрели А потом отходили И как мы потом поняли И прочитав это действительно очень точно Что всё, что касается линии сыновей Гента Это дубляж того, что происходит с Королём Лиром во многом Просто для того, чтобы люди не теряли Как сказать, смысл и события Чтобы им что-то напоминало Вообще, чем больше ты окунаешься в литературу В театр, в книги Мысли о великих произведениях Переводы и так далее Тем больше и разнообразнее Палитра твоих ощущений от мира То, что я нахожусь здесь Для меня большая радость Потому что моя программа Бродячая собака Очень во многом посвящена тому Что мы с вами перестали читать Мы взрослые Мы с вами перестали читать У нас огромное количество отговорок Что да, мы работаем на двух, на трёх работах Да, такое время Мы спешим, мы задыхаемся Надо воспитывать детей Ухаживать за стариками И появились вот эти прекрасные синонимы прогресса Да, ну как бы вот сам прогресс Где есть кнопки удовольствия Поэтому мы фактически изуродовали своих детей Предоставляем кнопки удовольствия Когда им не нужно читать Всё то, что на многих этажах этого зала Начиная с детства А можно нажать кнопку И какой-то дядя, какая-то тётя Расскажет тебе Мастер и Маргариту Булкакова Или мёртвые души Предположим, Гоголя Или войну и мир Толстого И у маленького человечка растущего Вместо собственных мыслей Появляется жвачка А я не верю в то, что личность Ребёнок, человек, отрок во вселенной Может воспитаться без собственных мыслей Тогда о личности будет очень трудно говорить Я сегодня нахожусь в коридоре Это был такой нотабене Между Пушкиным и Пастернаком Мой коридор называется Анна Древна Ахматова Что я хотела бы сказать У нас было очень какое-то такое чудесное обсуждение Такое застолье Когда мы сидели и попивали кофе до выступления Мы действительно обсудили какие-то темы Которые, которые мне кажутся очень важными Должны ли читать артисты стихи или не должны Мы вообще вам ничего не должны, дорогие мои Мы должны только себе и русской культуре Если мы делаем это хорошо, значит мы должны читать Если мы делаем это плохо, значит не должны И критерий в образованности, в тонкости В неназойливости и в отсутствии пошлости Потому что если человек этими стихами говорит Я-я-я, тогда не надо А если человек пытается продолжить мысли, чувства То, что его зацепило Тогда пускай даже коряво, но читай Иначе все уйдет в песок Я когда-то думала, что нельзя петь Акуджаву после Акуджавы И не очень как-то так его стихи А столкнулась с тем, что если не петь Акуджаву по-своему Не упаси Господь, не подражая ему А рассказывая историю, которая тебя зацепила То и Акуджава уйдет скоро в песок И стихи его надо читать Вообще нужно быть бесстрашным с точки зрения того, что тебя волнует Только когда артиста, человека что-то по-настоящему волнует Тогда он позиционирует это искренне от души И в этом есть какая-то сермяка Меня волнует Анна Андреевна Анна Андреевна Оракул, Кассандра, провидица, ведьма, боже мой Каких только прозвищ ей не давали даже при жизни Даже демон И это, в общем, справедливо, потому что с юности У Анны Андреевны был очень тяжелый, такой пронзительный взгляд Она была чертовски умна, необыкновенно красива И вообще особенно Так вот, когда я прочитала все эти эпитеты и комментарии к ним Я поняла, что это больше принадлежит все-таки памятнику, нежели живому человеку Когда я читаю стихи, любую литературу, прозу Когда я начинаю дружить с автором Когда возникают человеческие отношения А если идти за человеческими отношениями к небожителям То надо вспомнить Марину Ивановну Цветаеву Она когда-то написала гениальный совершенно очерк Лично для меня Эссе, вернее Это мой Пушкин Казалось бы, два простых слова А в этом целая философия взаимоотношений Землянина, мирянина с небожителем Если ты можешь сказать Мой Пушкин, моя Цветаева, моя Ахматова Мой Бродский и так далее Значит, возникает некая вольтова дуга Такая радуга между душами Значит, тебя что-то волнует Значит, ты задаешь вопросы И получаешь на них ответы А великая поэзия для этого и создана Или наоборот Ты начинаешь спорить с этим Да, тебя это волнует Потому что искусство, вообще искусство Это импрессион Это импрессионисты, да? Это впечатление Так вот, Анна Андреевна родилась уже со дня смерти С заднего рождения 54 года И, конечно, для человеческой жизни Это смена двух уже поколений А для вечности мгновения И когда я сама прикасалась в разные возрасты к Ахматове Мне всегда было интересно разговаривать не с памятником, а с человеком Что? Вот сегодня каждый из вас, если придет домой И сегодня откроет Ахматово Почему это стихотворение? Или почему это? Понимаете? Или резонирует, или нет Или это осталось сзади? Она никогда не оставалась сзади Потому что меня в этом еще убедили не только ее стихи Но и те мифы, которые ходят об Ане Андреевне А этот человек действительно достоин мефотворчества И огромное количество всего Они существуют У меня есть программа, которая так и называется 13 вопросов к Ахматовой Вот кое-что я вам обозначила Еще вам хочу сказать У меня есть одна личная точка пересечения с Ахматовской темой Когда-то в 16 лет Мне задали вопрос Юля, на портрет какого художника вы похожи? Я сказала, что вообще-то я очень похожа на папу Но у меня лицо Модельяне, а тело Альтмана И, может быть, это совпадение Стало той прекрасной случайностью Что мне предложили сыграть в сериале Анна Герман Анну Андреевну Ахматову Буквально две маленькие сцены Не о чем говорить Но когда я их прочитала Я поняла, что Анну Андреевну сыграть невозможно Они можно только напомнить И если вы вспомните гениальный портрет Альтмана Худой, молодой, графичный Анны Андреевны В синем платье с челкой Вот это потрясающий портрет Когда она из углов состоит вся Вот я попросила, чтобы мне сшили такое же платье Сделали точно такой же парень с челкой И снимали преимущественно в профиль То есть это была геометрия образа И вот этой геометрии мне удалось прикоснуться к Анне Андреевне И как-то, да, вот напоминают мне о ней Другую жизнь и берег дальний Как написал другой прекрасный портрет Но именно только так Только так То, что касается Пушкина У Анны Андреевны было две непроходящие любви в жизни Было много проходящих, но неприходящие и непроходящие две Это Данте Алигьери и Александр Сергеевич Пушкин Считала их гениальными, недосягаемыми, потрясающими Была в восторге от поступка Мандельштама Который выучил итальянский язык Чтобы читать Данте Алигьери в подлиннике Ну а то, что касается Пушкина Это была точка эмоциональных пересечений С воинной Георгиевной Раневской И однажды, когда уже закончилась война Когда они приехали из Ташкента И Ахматова была в Ленинграде, Раневской, в Москве В квартире Фаины Георгиевны раздался звонок Звонила Ахматова из Ленинграда И сказала Фуфа, мне сегодня ночью приснился Пушкин Трехсекундная пауза Ответ Раневской Еду Вот такая любовь И потом, конечно, Борис Леонидович Пастернак Должна он сказать, что Анна Андреевна была строга, своенравна Может быть, отчасти и заносчива В чем ее обвиняли Не знаю, правда ли это или нет Но она была чрезвычайно избирательна Так вот, из собратов по перу Серебряного века Она выделяла четверых Мандельштам, Пастернак, Цветаева и Сина И как потом замечательно прокомментировал Иосиф Бродский Который был допущен к ней Которого она привечала, любила, уважала А он действительно относился к ней как к гуру Он сказал, что именно эти четыре человека Вобрали в себя те существующие на Земле Человеческие архетипы, которые есть Мандельштам, меланхолик Пастернак, сангвиник Цветаева, холерик И Ахматова, флегмати Мне ни к чему Одические рати И прелести легических затей По мне в стихах Все быть должно не кстати Не так, как у людей Когда б вы знали Из какого ссора Растут стихи, не ведая стыда Как желтый одуванчик у забора Как лопухи и лебеда Сердитый окрик Тегтя запах свежий Таинственная плесень на стене И стих уже звучит Задорен, нежен На радость вам и мне Вот такая она была хулиганка Действительно сформулировала Спасибо Сформулировала очень точный образ Лично для меня Из какого ссора растут стихи, не ведая стыда Из какого ссора растут роли у артистов, не ведая стыда Потому что становится шедеврами Это прекрасная, изумительная, живая для меня метафора У нее есть разные стихи разных периодов Вот, например, мне очень нравятся два небольших стихотворения По поводу музы Потому что, к слову, муза У всех как-то такое трепетное отношение Его посетила муза А вот это его муза Это женщина-муза А вообще муза Это очень часто наказание Потому что музу надо ждать и догонять Так вот, по поводу музы Анна Андреевна Легконогая, легкокрылая Словно бабочка весела И не страшная, и не милая А такая же, как была И второе Как и жить мне с этой обузой А еще называют музой Говорят, ты с ней на лугу Говорят, божественный лепет Жестче, чем лихорадка А треплет И опять Весь год Ни гу-гу Я слышу разговор откуда-то Да? Или я С ума сошла А Бог его знает Можете есть Господа, вы знаете Такое есть правило Что когда звучат стихи Только если загорелся дом Может быть загорелся дом У меня к вам большая просьба Этого не делать По-моему, это из-за стойки идет Я стоик И вашу стойку я переборю Но, пожалуйста, не надо Вот У Анны Андреевны всегда есть Какое-то очень Такое ироничное осмысление Каких-то таких Даже, можно сказать, нарицательных вещей Но у нее есть иногда В стихах какой-то Удивительный покой И мудрость Причем Вот я вам прочту стихотворение Которое она написала В 25 лет Поразительно Я научилась просто мудро жить Смотреть на небо И молиться Богу И долго перед вечером бродить Чтобы утомить ненужную тревогу Когда шуршат во враге лобухи Лишь изредка прорезывает тишь Крик аиста, слетевшего на крышу И если в дверь мою ты постучишь Мне кажется Я даже Не услышу Я хочу почитать еще Я никогда от него не отказалась И осталась Со своей страной С родиной С народом И со всеми теми ужасами Которые пережила эта хрупкая женщина Конца 19-го и 20-го века А на секундочку Ну так если вскользь То это две революции Это первая мировая война Это гражданская война Это аресты Это вторая мировая война Это еще одни аресты Это полное забвение И невероятное поклонение Вот такая долгая потрясающая жизнь Потрясающего человека Который испил всей чаши И это стихотворение Оно мне почему-то как-то близко И мне кажется Что вот Если бы меня В очередной раз спросили Почему я не уезжаю из России Я бы опять прочитала Именно это стихотворение Мне голос был Он звал утешно Он говорил Иди сюда Оставь свой край Глухой и грешный Оставь Россию Навсегда Я кровь от рук твоих отмою Из сердца выну черный стыд Я в новом имени покрою Боль поражений и обид Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух Чтобы ты речью Недостойный Не омрачился Скорбный Дух Вот Аплодушный И наверное Под конец Вот я хотела бы сказать Еще одну для меня важную вещь В 20 веке появилось Такое словосочетание Иконы стиля Анна Андреевна Весьма Подпадает Под это определение Потому что Ох уж Какие всегда Пытались подражать во всем Делали такие же прически С челкой И такие же платья Шили Пытались читать стихи Как она Я уж не говорю о том Что писать Как она Но в отличие от Греты Гарбел Мерлин Монро И Марлен Титрих Анне Андреевне Удалось сделать за шаг На более высокую ступеньку Помимо иконы стиля Она превратилась В совесть нации И этот титул Она получила При жизни У нее есть Очень известные стихи А вот это Может быть не каждый Из вас знает Они два коротких Я ими и хочу закончить Ее иногда спрашивали Или там обсуждали при ней Как-то считает она себя гением Или нет Вот такое вот стихотворение Я давно не верю в телефон В радио не верю В телеграф У меня на все Свои законы И быть может Одичалый нрав Всякому зато Могу присниться И не надо мне Лететь на ту Чтобы где попало Очутиться Покорить Любую Высоту Не знаю Какой для вас Для меня это чистосердечное Признание гениальности И последнее Очень такое Мне очень нравится Это стихотворение Позвольте скрыть мне все Мой пол и возраст Цвет кожи Веру Даже день рождения И вообще все то Что можно скрыть А скрыть нельзя Отсутствие таланта И кое-что еще А остальное Скрывайте на здоровье Спасибо Юлия Рудер Спасибо Спасибо всем Удачи Просветание Этому прекрасному Весту Спасибо огромное Спасибо Спасибо Ну что же друзья Тогда продолжаем И я скажу Что из Петербурга Алексей Полин приехал Не один А вдвоем С Самышленником Так я скажу осторожно Потому что мне кажется Прочитав стихи Человека которого Я сейчас сюда приглашу Он моложе Ему 40 лет Поэт Александра Вергелеса Мне кажется что они С Пориным в одном Таком эстетическом Культурном эоне Живут Это поэт Который выпустил Две книги стихов Лауреат премии Литературной В частности Журнала Звезда И мы очень благодарны Что ему удалось Вырваться на наш вечер Потому что в гражданской жизни Он не инженер-химик А он государственный человек То есть он на государственной службе Он по-моему может Только вот выступить И сразу должен Уезжать обратно Я думаю что я не соврал Александр Петрович Пожалуйста Спасибо Спасибо большое Ну у нас многие служили Там и Гогольд служил И Салтыков Щедрин служил На государственной службе Поэтому Да Почему бы нет Да Спасибо что пригласили Очень интересный формат С моей точки зрения Посмотреть Как читают актеры И как читают поэт Это вечный антагонизм Поэты считают Что актеры Читают стихи неправильно Актеры считают Что поэты читают Как-то вот Занудно Без выражения Как бы И на самом деле Те-то не прав Абсолютно Моя точка зрения Что приемлемо Абсолютно Два разных Это два разных Вида искусства Когда актер читает стихи И когда автор Читает собственные стихи Вот Я буду читать Как поэт Хотя иногда У меня есть соблазн Следовать какой-то Логической Парадигме Стихотворения Читать как актер Иногда вот такой Соблазн есть Но Все-таки Я буду читать Как поэт Это будет Занудно Напевно Но в этом есть Некий высший смысл Потому что Как Елена Дневзглядова В частности Писала Существует Такое понятие Как Семантическая пауза В конце строки Когда мы делаем Паузу Совершенно бессмысленную Но в этой паузе Есть великий смысл Потому что Поэтическая речь Это необычная речь Это не проза Это нечто Ну как Не знаю Разговор с Провиденциальным Читателем С Богом Поэтому Этот строй речи Он абсолютно необычный И поэтому Когда Проект читает Таким образом Он читает Не просто так А с другой стороны Когда актеры читают Мне тоже Прекрасно читал Например Юрский Он как-то умел Совмещать Актерское чтение С некой напевностью Как Вяземский писал Искусство чувствовать И думать нараспев Вот это вот Искусство Он как-то умел Совмещать С чисто актерской Подачей стихотворения Ну прекрасно читал Смутуновский И Рудер Прекрасно читал Ей отдельное спасибо Потому что я Очень люблю фильм Макаров У меня там есть Маленькая Но очень яркая роль Я очень эту роль люблю Часто пересматриваю Этот фильм Этот фильм О поэте Который Купил пистолет Если вы помните Замечательный Замечательный Я всем рекомендую Пересмотреть И там есть Маленькая Но яркая роль Елена Ильинична Которая мне очень нравится Вот Прочитаю Несколько стихотворений Несмотря на то Что я считаю Поэзию Как актер Стал очень веселым Занятием Они очень мрачные Уж простите Я как любой поэт Считаю Что последнее Что я написал Это наверное Самое интересное Самое лучшее Далеко не всегда Это так Судить конечно Читателем Но тем не менее Хочется читать всегда То что ты написал В последнее время Прочту несколько стихотворений Три стихотворения Которые нигде Не были опубликованы Ну вру Последнее было опубликовано Два первых нет Все кто был до меня В многомужней Твоей темноте Там навеки остались Тенями теснимые тени Эти смотрят с надеждой С брезгливой ухмылочкой Те Торгаши, адвокаты, менты И поэт не в растениях В залитейской глуши Обретя вековое жилье Так и рвутся наружу Не ценят спасительной сени И кладя на живот Оглушенное ухо свое Будто слышу я их голоса Их напрасные пени И когда я оставлю тебя И твой город отдам На поток декабрю На распыл наступающий в юге И когда я забуду тебя И усну где-то там У какой-то другой Ни жены, ни сестры, ни подруги Я увижу во сне Твой вечерний наряд без затей Дрожь летучих ресниц Крылышкующих к вечному маю И еще я увижу Как чья-то печальная тень Тихо бродит во тьме И себя в этой тени Узнаю Ваша манера читать стихи? Мне кажется, вы ее специально используете Наверное, да Нет, но это моя манера Она, мне кажется, нос То есть Она абсолютно Если вы себя читаете Какие-то стихи Так читайте от себя Потому что это не ваша Какая-то история Ну почему? Вполне я как-то так привык читать Да, привык читать Она уже называет Он просто Ну Она как бы заимствована Какая-то То есть это не ваша Это какие-то стихи Вот, Александр Петрович Какое упражнение нам на смирение с вами сейчас Да, вот Какое прекрасное Мы очень вам благодарны Спасибо Но давайте мы все-таки сделаем так То есть Вы остались Нет, нет, нет Ни в коем случае Я с огромной любовью к вам это говорю Вы останетесь при том, что вы решили сейчас Выслушав это первое стихотворение Мы продолжим выстраивать свое впечатление От чтения Александра Петровича Послушав еще два стихотворения Но, видимо, вы знаете, когда-то, наверное, все начинающие поэты Они обязательно должны кому-то подражать Не только в манере чтения Но и в первую очередь в написании стихов Потому что без подражания не бывает традиции А без традиции не бывает настоящего искусства В большом счете А может быть, когда кто-то читает Понимаете, а как еще читать Ну, как слышишь собственные стихи, которые внутри тебя И пытаешься это транслировать При помощи артикуляционного аппарата своего, да? Вы знаете, Саш, говорят, что Бродский два раза менял манеру чтения В молодости, вы знаете, он кричал Просто выло, такой синагогальный напор был, да? А в поздние свои годы Хотя что такое в поздние годы Бродского? Да, вот 56 лет он умер 56 лет? Да, вот мне 56 лет Так вот, он читал, знаете, он читал спокойнее гораздо И вы уже этого рева его и не услышите И вот у меня вопрос для себя, да? Это сознательная была перемена или внутренняя, органическая? Я все-таки думаю, хотя многие говорят, что он сознательно это сделал Что нет, это изменилось там что-то внутри Нет, скорее всего изменилось внутри Смотри, зачем? Ему уже был небожительный Зачем? Нужно было что-то доказывать большому человеку Но также есть мнение, что, например, поэты, скажем, 19 века По воспоминаниям, у них примерно была одна манера декламации Абсолютно Передаваемая от человека к человеку Вот они присутствовали в салонах рядом друг с другом, да? И вот, ну, как мы знаем, Пушкин читал Вот сегодня Пушкинский день Пушкин читал Бориса Годунова Но он читал вещь драматургическую Там все, помните, рыдали и так далее А когда он просто читал стихи, Вяземский говорил Ну, я так же читаю примерно Нина Берберова, по-моему, когда писала о Кузьмине Она говорила, что Кузьмин почти пел свои стихи И это была традиция, еще идущая от Пушкина Действительно, Пушкин читал свои стихи на распев Это многие, многие говорили Поэтому, мне кажется, иначе читать стихи невозможно Потому что, когда тебя вот это гонит, эта волна Ну, трудно как-то остановиться И трудно, трудно перейти на эту словесно-логическую парадигму произнесения Ну, это, наверное Давайте следующий мы рассмотрим Следующий, да Слишком много говорим, давайте почитаем Птицы лето пели, люди лето пили В уши мои, как в щели, смутные звуки плыли То ли от дяди Толи, то ли от дяди Пети Стоны любви или боли Песни весны или смерти За пеленою пыли я различал едва ли То ли кого-то били, то ли в футбол играли То ли трамвай гремучий Трясся по старым рельсам О, перестань, не мучай В этом аду апрельском Крик мой к земле прижатый В небо тянулся жалкий Кто ж, что ж, вагоновожатый На тормоза не жалты Вот и гремишь поныне Дырой глазниц таращишь И уж никто не крикнет Остановись, товарищ Нет, не остановиться Нет, не свернуть с дороги Парки, мосты, больницы Голуби, люди, боги Сквозь мировую в югу Через веков пустыни Ходит трамвай по кругу Нет никого в кабине Ну и вот третье стихотворение Навеянное, особенно в конце Это, понятно, воронам Эдгара По И опять-таки В предыдущем был трамвай А сейчас поезд Видимо транспорт Как-то в последнее время Меня волнует Хорошо однажды утром Просто сесть на электричку На скрипучее сиденье Развалиться и зевнуть И придвинуться к окошку Чтобы в нем увидеть птичку И березку, и осинку И еще чего-нибудь Хорошо под гул вагонный Хорошо под перестуки Хорошо под перестуки Разбежавшихся колес Предаваться нежной грусти Предаваться легкой скуке И желанной остановке Ждать, почесывая нос И когда войдет и скажет В твой вагон войдет и скажет Некто странный Некто серый Непохожий на тебя Скажет он Куда ты едешь? Спросит он Зачем ты едешь? Знаешь ты Где остановка Настоящая твоя И не знаешь Что ответить Ты билет ему покажешь И не знаешь Что подумать Поглядишь по сторонам И тогда ты не увидишь Ни людей Ни их поклажем Только ветер по вагону И колеса Там Та-там И в окне ты не увидишь Ни березки Ни перрона Кроме зыбкого ночного Отражения своего Даже ворон Черный ворон Не влетит внутрь вагона Не усядется напротив И не кархнет Ничего Спасибо Я вас не отпускаю Вот смотрите Ну Не надо специального образования иметь Никому из нас Да Чтобы слышали мы сейчас песню Да Согласны Значит У меня вот вопрос к вам какой Саша Я хочу действительно это спросить Потому что это интересно Просто интересно Вот смотрите У вас в стихотворении Я увижу во сне Твой вечерний наряд Без затей Дрожь летучих Ресниц Крылышкующих К вечному маю Вот скажите В какой степени читатель С вашей точки зрения Должен быть подготовлен К таким вещам Потому что когда мы с вами Ну в силу просто профессии Да Там я редактор 15 лет Отдела поэзии Старейшего журнала Хоть я сам не пишу стихов Но прочитал их довольно много И продолжаю читать Да Мы понимаем сходу Что означает Крылышкующих К вечному маю Но Мы не обязаны требовать От читателя Знания поэзии Велимира Хлебникова Мы не обязаны Требовать от читателя Понимание того Что стихотворение В котором это слово Использовано Входит во все хрестоматии В конце концов Читатель ни в чем не виноват Для него может быть Открытие просто Правда Крылышкуя золотописьмом Яна Чекосовский В этом случае Выйл Жалею о вас Насколько мы должны Жалеть о читателе Который пока еще Не открыл себе Хлебникова И слушая это стихотворение Которое допустим Ему понравилось Но вот для него Крылышкой Осталось просто Крылышкой Что вы думаете Я думаю Слово крылышкой Во-первых Наверное Даже если не читать Хлебникова Все равно Красивое Красивое Понятное И подумать Что это я придумал Но на самом деле В этом зале Нет людей Которые не читали Хлебникова Почему могут и быть Может и могут и быть Да Я думаю Для меня всегда было Особенно в юности Когда я начинала Только писать Думал Ну вот надо быть Понятным Для публики Надо вот Не писать заумно А с другой стороны Черт возьми Потом я подумал Почему Ну Надо писать так Как пишется По гамбургскому счету И Ну пусть останется темнота Сколько темнота У Мандельштама Да Можно или нет Давайте Бога Ну Как ведущий Вопрос это правильно Нужно Но только Не посреди монолога Да Давайте так Ну Сейчас Раз уж вы сказали Давайте Слушаем вас Простите Да Здесь стихотворение Вы прочитали Вы говорите Что Не заумно Вы писали Вы сидите В электричке Подходит Вам серый человек Спрашивает Как дела И потом Уберите Ворон Что-то Не залетел Никак Извините Тут все понятно А вы сейчас Типа Это стихотворение Считаете Простите Нет Мы не поняли Вопрос Не поняли Вопрос Не понял Я знаю Вы считаете Стихотворение Песня Стихотворение Ну я считаю Да Я пребываю В такой спасительной Иллюзии Да Наверное Иначе я выйду Отсюда И застрелюсь Спасибо Саша Саша Смотрите Смотрите Как здорово Все в порядке Очень хорошо Есть как Упражнять Себе Ну давайте Действительно Подумаем Значит Я по этому поводу Вспомнил Такой легкий Стишок Давида Самойлова Давида Самойлова Которому в прошлом году Было сто лет В котором я же Сержусь на поэта Ну как читатель просто Только за слово Должна Вы наверное помните Этот стишок Он такой Его очень удобно В школе учить Поэзия должна быть Странной Шальной Бессмысленной Туманной И вместе ясной Как стекло И всем понятной Как тепло Как ключевая влага чистой И словно дерево ветвистой На все похожей Всем сродни Дальше будет лучшая строчка И краткой Словно наши дни Краткой Это аппарадоксальности Понимаете Вот Потому что я Например Вот это стихотворение Сегодня будет еще одно Стихотворение про электричку Кстати Я его очень люблю Вот это стихотворение Которое читал Александр Петрович Именно за этот Неожиданный выход К Невермор Вот не ожидаешь И как вы это сделали Иронично Мягко И воздушно Саша спасибо Мы вас отпускаем Спасибо Я простите Что держу некоторый ритм Это просто законы вечера Вы понимаете Да Потому что Наши устроители Они должны тоже Ну лишь спать сегодня Закрыть все эти витрии Павел Михайлович Давайте продолжать Давай Потому что Мы в продолжении Автора Зовем сюда Студента Да Называй Студента Третьего курса Щукинского театрального института Григорий Сторов Два слова скажу О Григории Григорий очень любит поэзию И сам пишет стихи Представляете Но почему-то Относится к этому Как Несерьезно Ну да Ну ладно А школьным учителем У Григория Был небезызвестный В поэтических кругах Алексей Кубрик Автор нового мира Между прочим Очень приятно Пожалуйста Гриша Пожалуйста Добрый вечер Кто жизни не жалел И битвы жар любил Тот в памяти людей Остаться вправе Блажен Блажен Кто пал Как юноша Ахилл О подвигах его О доблестях О славе Поговорим Хоть нежность И печаль Он знал Не хуже нас Как мстил он За Патрокло Но Гектора Пойми мне Все же больше жаль И детская душа моя Насквозь промокла От слез Когда читал О как я гребал И тело рисовал Пронзенное В тетрадке И каждый раз Другой Придумывал Финал Там У троянских стен Произошедшей схватки И вот читаю Вновь Как будто В первый раз В надежде Что в живых Остался сын Приама Пусть Смерть к нему Придет простая Без прекрас Без бранных Погремух Без ужаса И срама Без подвигов чужих Когда-нибудь потом И внуки Чтоб вокруг Одра его стояли Прося Чтоб рассказал В который раз О том Как с греками Дрались Как трою Отстояли Теперь обещанное стихотворение Про электричку В электричке Вечерней Приникая к окну Безымянный Ничейный Я спокойно Усну Ровно Тронется Дрогнув И покатит Вагон Вдоль перронов Подробных Как мой Медленный сон Мимо Пулкова Мимо До Дроговских Высот И с тобой Незримо Со мной Незримо Тень твоя Проплывет По сиреневой дымке Где осока И сныть Где тебе Невидимки Так привольно Скользить Где серебряной Птичкой Самолет Вышене Я усну В электричке И заплачу Во сне Спасибо Спасибо Гриша Очень хорошо Спасибо Ты открыл Для себя поэта Вот Произошло у тебя Своё открытие Как у читателя В тот момент Когда я услышал Как читает Александр Петрович Вердак Да 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 Ну вот я хотел Это тоже Спасибо Спасибо Действительно Гриша Большое Нам Я тебе скажу При всех Просто Вот В два раза Лучше Чем на репетиции Ну конечно Спасибо Спасибо Друзья Сейчас мы Пригласим сюда Московского Автора Нашей поэтической Тройки Мы с ним Сегодня познакомились Как и с Александром Вергилисом Вот впервые здесь И Кто следит За Современной поэзией Скажу Перед тем Как он выйдет сюда Скажу Что У него Вот У Данилы Крылова В первом номере Журнала «Звезда» Александр Иванович Я правильно говорю Да Вышла большая И на мой взгляд Очень интересная Репрезентативная Поэтическая Подборка А что я стою у сцены Давайте я залезу на сцену Как сирота Так вот Даже сяду Так вот Значит Что я хочу сказать Про Данилу Который сейчас выйдет И прочитает нам Два стихотворения За пару дней Я сейчас Данилу я не вижу Где вы здесь в зале Я вас сейчас сдам За пару дней До нашего Действа Алексей Анатольевич Прислал В свойственной ему Ироничной питерской Такой манере Замечательное Письмо мне Что один из Участников наших И он это пишет Про человека в Москве Из Питера Молодое дарование Просит заменить Стихотворение А актер уже получили Тексты Но я когда Открыл стихотворение Я обрадовался Я обрадовался Потому что Всякий повод Поклониться памяти Великого русского Поэта Николая Заболоцкого Для нас праздник Для москвичей Данила Крылов Добрый вечер Мне позволили прочитать Два стихотворения Можно и три Или только два Хорошо Первое стихотворение Называется «Гроза» Сначала было душно Как в аду Казалось, мир вздыхал Об изнанке Он весь лежал Как яблоко В меду До осени Засахаренный В банке Поднявшись Ввысь Над линией Абцисс Он вырос Сам торжественный И хмурый И с грохотом Под куполом Повис Развившейся Абцисс 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 Второе стихотворение Берез Берез Слышно Валяющий винты Среди колкого ветра Ну, такой Самый Действительно молодой человек Это в этом Ну, так случилось просто Вам 21 год Ну, 20 Если бы Данила Скажите просто А вам вообще Эта тема интересна Актерское чтение Не актерское чтение А авторское Вы Все-таки Ну, не в безвоздушном пространстве Не в пещере живете Вы видели, чтобы Ну, человек читал стихи Которые не он написал Это было Интересно Ну, вы знаете Я Слышал два противоположных Минина Мне кажется Что как только поэт Записал что-то на бумаге Это уже ему не принадлежит А И Любая интерпретация Имеет право на существование Ну, если Но право-то имеет У вас же свой какой-то Да Если нам интересно Чтение автора Ну, это какой-то Ну, для гурманов Я бы сказал Для гурманов со знаком плюс Или для гурманов Наверное, со знаком плюс Спасибо Я вот к ним отношу себя Да Я звук артист Дело в том, что Может быть Какое-то педалирование Подчеркивание Каких-то слов Моментов Чтение актерское Может нас смутить Раздражать Ну, кому Я вот это, да Вот я бросил в ночь Заветное кольцо Вот это, да Ну, жест Шестикуляция Я тоже не очень приветствую Понимаю вас, да Хорошо Спасибо большое, Данил Спасибо вам Спасибо Сейчас на сцену выйдет Диана Агай Студентка четвертого Курса Института имени Щукина Диана Победительница Конкурса Чтецов Чтецов Диана, напомни мне, пожалуйста Третьяковская галерея Читаем классику В Третьяковской галереи Пожалуйста Векальный случай Сейчас барышня Будет читать Мужские ститы, да Хорошо Не стиль ампир Не бархат пряных роз Влюбил в себя Отчаянный художник Но жирный чернозем И водовоз И пыльный у сторожки Подорожник Внимание его не привлекут Собрание истин Сложенных в колоду Но утка, что оправдывает пруд И лапками расталкивает воду И поднятый с Эльбруса Эдельвейс Он верит Слов и имени вожатый Плотнее, чем колеса К стыкам рельс События к понятиям прижаты И вещи, что не названы Лежат без пользы И без имени на свалке Пока еще не нам Принадлежат И ждут его Отчета И смекалки АПЛОДИСМЕНТЫ Сначала Простите Название Гроза Сначала По листьям прошел шепоток Потом словно рыбы Плескались в ушате Но трубы молчат И приводят их в шок Лишь нежную властью Умелых нажатий Разгневанный голос Гремел с высоты И серая кошка Скрипла по кровати И ветер с ветвей Обрывает листы Как с клавишей ноты Соната Скарлатти Художник Я знаю Ты зришь с высоты Мне все без тебя Так ничтожно И мало И ты на меня Простираешь персты Как бах На широкий оскал Мануала Но если как трубы Расстроится речь И ассистенты Отсадят на сажень Какие аккорды Сумеешь извлечь Какие еще Разыграешь По саже И третье стихотворение Посвященное памяти Поэту Николаю Заболоцкому Оно так и называется Николаю Заболоцкому Поэма шествовала Медленным быком Жить было больно Писать было больно Он же оставил В правдивой строке Мысли такой красоты Что невольно Вспомнишь легенду О медном быке Пойманый сыщик Затравленный траппер Только ловил Не зверей, а слова Кто тебя выследил Кто тебя запер Кто подложил Под жаровню дрова Это основа Высокой привычки Это причина Прозрений и мук Медные стенки И дверь без отмычки Этот тяжелый Размеренный звук Рвется наружу Искованной пасти В нем ни проклятия Ни крик Ни упрек Тихая радость Оставленной власти И на бессмертие Автор все Теперь оно ему не принадлежит Дальше за дело Берутся артисты Или те Кто читают стихи Вот мне бы хотелось Узнать у тебя Скажи Вот чтение все-таки Актерское Оно добавляет что-то Стихотворению Или может быть В какой-то степени Обкрадывает его То, что вот Как ты слышал Как авторы читали Как актеры читали Вот на твой взгляд Я согласна с мнением Автора Которого я читала Сегодня Мне кажется Это просто разные Какие-то полюса Прочтения Потому что Актерское чтение Придает стихотворению Какого-то Ну, во-первых Мы читаем медленнее Мне кажется В основном И это больше Ну, как бы Для людей Для всех Акрас Какой-то Ну, как-то Мы Потому что Мы вносим Какой-то свой смысл Как чтец В это стихотворение И, соответственно Его легче Донести до зрителей Тогда Зритель слышит Не просто Ну, то есть Не голое стихотворение А уже И какое-то Подключение Наше Вот внутреннее Чтеца Но, тем не менее Прочтение авторское Оно Действительно Мне тоже кажется Для гурманов И я лично Очень Люблю Когда так читают Потому что В таком прочтении Ты больше Обращаешь внимание Не на Смысл Какой-то Не на конкретную мысль Может быть Не на одну мысль Явственно Так выраженную А скорее На музыку Стихотворение На то Как оно Сложено Вообще И в этой музыке Ты уже чувствуешь Просто Как бы Стук сердца Автора И это уже Для тебя Является Смыслом Этого стихотворения Это очень точные слова Я вмешаюсь Потому что Вот скажем Юрий Кубановский Поэт Не говорил Ну или не он один Вот здесь в зале Есть замечательные стихотворцы Вот Виктор Кулак К нам приехал Но я хочу сказать Что Я помню Мы участвовали В разных фестивалях В том числе Не только для своих Для своих Потому что Обычно Знаете Литературный фестиваль Что-то такая 20 поэтов Выступает 20 поэтов 20 поэтов Слушают в зале Ну это так Такой уклад В общем Известный Ну правда Ну 21 Там один случайно Это жена Одного из поэтов Она не пишет стихов Ну я немножко Сейчас карикатуризирую Но на самом деле Это близко к истине Близко к реальной картинке Так вот Я иногда Очень переживал За людей Сидящих в зале Если оказывался На фестивалях Ну скажем Там Карабихи Там Некрасовский фестиваль Или блоковских шахматов Я знал Что в зале Есть люди Которые Ну может быть В жизни Если читали стихи Ну я Ну в календаре Там Я не знаю Вот И я за них переживал Потому что на сцене Стоялись Изысканные Довольно Литераторы Не только Евтушенко И читали Стихи И вдруг Вот один из них Юрий Михайлович Ковановский Сказал Перед тем Как начать читать Обращаясь Видимо Вот к этим людям Которые любят поэзию Знают что любят У них в сердце Эта любовь заложена И он как бы К ним обращаясь Мне кажется Сказал Только ради Бога Сказал он Смыслом Не пытайтесь Слушая меня Я сейчас буду читать свое Понять что я там написал Кто куда чего пошел Вот это все Слушайте музыку Это примерно то Что сказали вы И это совпадает с тем Что Мы сейчас немножко Все упрощаем Но тем не менее С тем что говорили И писали Замечательные Великие большие русские поэты В частности Александр Блок Между прочим Спасибо большое вам Спасибо Спасибо Наш вечер Сейчас будет уже Продвижаться К своему завершению Я думаю что Чистого времени Мы работаем Полтора часа Да Вот И сейчас мы попробуем Сергеем Анатольевичем Начать произносить Контаты иоды Да Нет Еще нет Тогда по другому Не 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 Тогда я спрошу Вот Юлия Ильинична Ушла Рудберг Или она здесь Вот интересно А ушла да Здесь Но на площадке Нет Да Вот Куся Дайте мне совет Мы можем ее пригласить Или это лучше Сейчас после Не дергать человека Как вы считаете Мы ее не успели предупредить Под самым конец Я позвоню Нет Тогда не надо Не надо Нет Она действительно Давайте я приму решение Она Мы не ожидали Сергеем Анатольевичем Какое Энергетическое Вложение Она сделает В наш сегодняшний вечер Поэтому она ушла Мы не будем ее специально Сюда тащить Но здесь Но я просто хочу сказать Что Многое из того Что она говорила Мне кажется Не просто интересным Да Это еще был Вот что для нас Съявилось неожиданностью Потому что мы задумывали этот вечер Как такую мини-лабораторию Это еще и был Маленький авторский вечер Внутри нашего вечера Вы заметили Да Обратили внимание Как происходит Со всяким большим актером Юлия Рудберг Большой актер Поэтому сейчас Алексей Анатольевич Я вам принесу микрофон Чтобы вам не ходить Зад-вперед Сюда Ну Стоите вот сюда И я хочу Пожалуйста Стоите Я хочу попросить Алексея Бурина Простодушно Чистосердечно И строго Поделиться впечатлением О том, что было сегодня Вот что он для себя Расскажите, Алеша Пожалуйста Ну Все-таки я хотел бы Сказать Что на мой взгляд Поэзию надо читать Просто глазами Не слушать Вот Это первое дело Читать глазами Как и проза Впрочем Есть жанр Драматургия Да Вот этот Сделал специальный жанр Который Для артистов Остальное Не для артистов Написано А для чтения глазами Потому что Почему Вот Например Александр Блок Пишет Про Дельмас Я помню Нежность Ваших плеч Они застенчивы И чутки И ласки Прерванной Речи Вдруг После Болтовни И шутки Волос Червоную Руду И голоса Грудные звуки Сирени Темные В час Разлуки Пятиконечную Звезду Хотя Когда я читаю Эти стихи Я думаю Наверное Не о тех плечах О которых Писал Александр Блок Не о каких-то Других плечах И когда мне Артист Эти стихи читает То я вижу Как он мне Рассказывает Как Что он Как бы Какое Эротическое Ощущение Он испытывает От тех плечей О которых Он думает Понимаете Да То есть Рассказ Постороннего Человека Я помню Артист Я помню Нежность Ваших плеч Зассказывает Объясняю То есть Это вообще Неприлично Слушать На самом деле С моей точки зрения Вот Ну вот такие случаи Нельзя вслух Читать стихотворение Пушкина Нет Я не дорожу Мятежным наслаждением Да Ну нельзя Я ни разу Не слышу Чтобы кто-то Эти стихи Взлух читал Кстати Ну Они же Артисты Читают Все что угодно Неужели Кто-то читает Казаков Да Ну Казаков Все читал вслух Да Это правда Поставим точку Во-вторых Но бывают случаи Не для чтения Артистов Я считаю Ну это мой вкус Извините Вот Я свое мнение Высказываю Да Мне Замечательно Сегодня читали Артисты Замечательно Замечательный аплодисмент Ты видел Да Как реагировали Мне очень понравилось Замечательно Реагировали Вот Спасибо им огромное Ну Я например Просто Вот Дал такие стихотворения Которые для Сетей не артистов Вот это такой Трейлок Там Про Испанию Да Вот Вот Прекрасно Прошел По-моему А вот Если бы Мое любовное Стихотворение Пошло Мне было бы Неловко И я Я тоже Не очень Хочется читать Эти сцену В моем возрасте Любовные стихи Алеша А я из целомудренности Не спросил Ни одного Из наших артистов По какому принципу Они отбирали стихи Где поменьше Сложных слов Вроде бы нет Потому что Далквивир Выбран был Между прочим Сегодня Вот Ведь они Вступали в интимные Отношения С этими текстами Так вообще Между нами Говорят Ну слава богу Это были Специальные Тексты Для снижения Артиста Правильно Я так и держу У себя в компьютере Две папки Одного и того же Поэта Пурин для актеров И Пурин для Для Пурина Вообще спасибо Замечательные вещи Спасибо Очень здорово Спасибо огромное Алексей Пурин Так А теперь Мы начнем Пулевая На На Вот эту Самую Завершительную Дорожку У нас еще есть Там такая Маленькая Главочка Произносить Эти самые Кантаты иоды Давай я начну Об это То есть Во-первых Сегодня Мы надеемся Ну как Господь управит И все те Кто старается Много людей Вообще говоря Потратили свои Эмоциональные Физические Душевые Все Разные Самые Включая Как вы догадываетесь И Портмоне На этот вечер Но я хочу сказать Что это первый вечер Будет ли дальше Пойдет ли у нас Уже Довольно много Поэтов И Актеров Заинтересовались Этим проектом Посмотрим Мы не первые Мы не пионеры В этом деле Прошел Долго Он очень шел Больше года Похожий проект МХТ И так далее Но Вот разговора Внутри Какого-то Попытки разговора Не было Насколько я знаю И в этом смысле Мы Очень благодарны Всем тем И в особенности Я назову Вас Сергея Васильевич Сергея Васильевича Агапова Здесь присутствующего Который настаивал на том Что мы должны Говорить в этом зале Сергей Агапов Один из вдохновителей Нашего вечера Похлопайте Ими пожалуйста Я хочу поблагодарить Дом Московский дом Книги Который Ну просто У нас так вот Всех с вами Сегодня очень уютно принял Дорогую нашу Надежду Иванну Которая Да Она хворает И пожелать ей Скорейшего выздоровления Это душа Этого пространства Она очень за наш вечер болеет Похлопайте Она потом посмотрит кино Мы же снимаем кино Где я впервые оказался в жизни Благодаря этому проекту В этом году Театральное училище Имени Бориса Щукина Щукова То есть руководство Коллектив И господ актеров А я от себя Благодарю Господ поэтов Что согласились И приняли участие Так сказать Побывать с нами В нашем кругу Поучаствовать В нашей встрече Спасибо вам большое Отлично Тогда подхватывая Этот Крыловский Крыловский Такой этот самый Мотив Я хочу поблагодарить Не знаю смог ли он Добраться сегодня Или нет Он сегодня ревакцинируется Написал мне письмо Что очень болеет За наш вечер Главного редактора Журнала Новомир Поэта Андрея Василевского И вообще редакцию Этого журнала Которая нас поддержала Спасибо Галину Викторовну Чайковскую Без которой Вообще Трудно представить Осуществление Всего задуманного Она здесь Галина Викторовна Спряталась Ладно Друзья мои Это Тут нужны действительно Ода и контакты Галина Чайковская Все это придумала Организовала И заставила нас Работать И в какой-то момент Мы совершенно об этом забыли И увлеклись Спасибо ей Спасибо большое Так Всех назвали Кого хотели Главных У Павла Михайловича Не всех Я благодарен вам За партнерство Спасибо и вам Тоже мой родной Спасибо 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 Может быть нам Тогда Приближаясь к финалу Да Кость Может быть нам тогда Как-то попробовать Закончить Действительно У нас же есть Заготовочки Есть конечно Заготовочки Это и есть Павел Михайлович Но если вы хотите Закончить этот вечер Но так же Как мы его начали А я понял То есть сижок читаем Конечно Хорошо Хотелось бы Ну давайте тогда Я прочитаю Простите меня Я не артист И уж тем более Не поэт Но я прочитаю Все-таки стихотворение Тем более Что случилась Такая странная история Вот помните Вечер начался с того Что я прочитал Льва Лосева Собираясь в дальнюю дорожку Уже наел Моченую морожку Да очень Стихотворение В таком высшем смысле слова Но энергическое С этим концом удивительно Да И у меня В руку легло Действительно легло В этой же просоде Написанное Как мне показалось Стихотворение Ну относящееся тоже К сегодняшнему дню Об этом Юлия Ротберг Сегодня сказала Сегодня 10 февраля 29 января По старому стилю В 1890 году Родился Борис И сегодня день его рождения Мы друг друга поздравляем И мне в руку легло Стихотворение Очень такое четкое Емкое Очень удобное Для сцены Но случилась удивительная вещь Вот как Данила Крылов Заменил Прислал на замену Стихотворение Ему показалось Что то Которое было раньше Ну вот Надо заменить Я вчера Стал смотреть В компьютере Как Лев Лосев Читает свои стихи Его очень мало Снимали Он умер в 2009 году Он жил в Америке И вот там В ютубе Я прямо набрал Такую опцию Лев Лосев Стал смотреть И вдруг я вижу Там в меню Такая Это пастернак Слово У Лосева А я приготовил Стихотворение Другого поэта Николая Глазкова О том Как он в 41 году Был у Пастернака О чем они говорили Очень классно Но я думаю Тут тоже пастернак Забыл Что у Лосева Есть стихи Про пастернак Я забыл Эту удивительную историю И произошло Некоторое такое чудо Я не смог Смириться с этим И я вспомнил Что действительно Лев Лосев Я не знаю С какого он года рожден С 30 Какого-то Да? А? С 36 Да Спасибо С 36 Он приехал Он был вообще говоря Сын замечательного поэта Такого Владимира Левшица Но не об этом сейчас разговор И Лев Лосев Это его литературное имя Он вообще говоря Алексей И вот Когда он был Алексеем Ему было 18 лет Он оказался В подмосковном поселке Переделкино Вместе со своими друзьями Ленинградскими Молодыми поэтами Да Уфлинд и Еремин И они Его как бы взяли с собой Они Если я что-то буду не так говорить Виктор Анатольевич Вы меня будете поправлять Они пошли к Пастернаку Эти двое уже видели Живого Пастернака Он с ними даже поговорил У калитки И вот они его взяли 30 градусов Был чудовищный мороз У него были легкие башмаки Совершенно Ноги вообще отнимались Они подошли к калитке Там где сейчас музей И что такое Покричали Или постучали Вышла какая-то женщина Сказала Уходите Уходите Никого нет Никого нету Нет Никто никого не принимает И за ее спиной В рубашке в летней Показался Пастернак И он так ее отодвел Он сказал Пусть зайдут погреются Ну пусть И они вошли Трое мальчиков Сели Он их посадил Там где-то в прихожей И начал так ходить Взад вперед И быстро нервно говорить Друзья У меня нет совершенно времени Я очень сейчас занят Я очень сейчас занят Нет времени Ни читать Ни говорить Потом он как-то устал ходить Взад вперед Сел на стульчик И два часа говорил монолог Для Леши Лосева Это было чудо Абсолютное Потому что это был Его любимый поэт Это, так сказать Бог перед ним сидел Вот так выражаясь В античном смысле И он рассказывал Что Он ни одного слова Не сказал за эти два часа Пастернак говорил о многом Он, например, рассказал Этим мальчикам Как ему позвонил Сталин Когда Мандельштам Воронеж Ссылка Чтобы спросить Ну это известная история Потом он рассказал Заговорил Почему так Нутигамсу Великому норвежскому И так далее Говорил, говорил, говорил И в какой-то момент Рассказал этот известный миф О том, как Спартанский мальчик Под одежду спрятал Лисенка Которого поймала Нельзя было двигаться Помните И он ему выдал Внутренность Он сказал Вы знаете, молодые люди Эту историю? И тут Леша сказал Знаю И Пастернак Стал хохотать И я открыл книгу И тут я вспомнил Что однажды Мы говорили С Алексеем Владимировичем По телефону И он мне сказал А я ваши переделки Знаю Я был там у Пастернака За 4 года до смерти В 1956 году Он, я не помню Сказал ли он мне при этом Что он написал стихотворение Я говорю Да То есть он питерец такой Ленинградский человек И что? Он говорит Ну что, что? Много времени Прошло с тех пор Но мне кажется Тот день И тот звук Меня сделал Вот это я помню И дальше Я взял книжку Лосева И рука сама Открыла это стихотворение Очень невыгодная Для меня В смысле Декламация Но я попробую прочитать Ладно? Стихотворение называется 30 января 1956 года У Пастернака Из книги Новые сведения О Карле и Кларе 1987-1996 Все, что я помню За этой длиной Очерк внезапной Фигуры летащей Голос гудящий Как почерк летящий Голос гудящий День ледяной Голос гудящий Как ветер Что мачт Чуть не ломает На чудной картине Где громоздится Льдина на льдине Волны толкаются В тучи И мчат Голос гудящий Был близнецом Этой любимой Картины печатной Где над трехтрубником Сделится чадный дым И рассеивается Перед концом Толь навсегда Он себя погрузил В бездну Толь вынырнет В скалы не врежесть Так в разговоре Мелькали норвежец Бедный воронежец Нежный грузин Голос гудел И грозил Распаять Клапаны смысла И связи расплавить Что там моя Полудетская память Где там запомнить Как там понять Все что я помню День ледяной Голос звучащий На грани Рыданий Рой оправданий Преданий Страданий День меня смявший И сделавший Мною Ну и давайте Голосы послушаем Пожалуйста Аня Давайте У микрофона Русский писатель Борис Пастернак Ночь Идет Без проволочек И тает Ночь Пока Над спящим Миром Летчик Уходит В облака Он Потонул Туман Исчез В его струе Став Крестиком На ткани И меткой На белье Под ним Ночные Бары Чужие Города Казарна Кочегары Вокзалы Поезда Всем Корпусом На тучу Ложится Тень Крыла Блуждают Сбившись В кучу Небесные Тела И страшным Страшным Кремом В другим Каким-нибудь Неведомым Вселенным Повернут Млечные Кучи В пространствах Беспредельных Горят Материки В подвалах И котельных Не спят Испутники В Париже Испод крыши Венеры Инимат Глядят Какой В афише Объявлен Новый Фарш Кому-нибудь Не спится В прекрасном Далеке На Крытом Черепице Старинном Чердаке Он Смотрит На планету Как будто Небосвод Относится К предмету Его Ночных Забот Не спи Не спи Работы Не прерывай Туда Не спи Болись Дремоты Как Лерпчик Как Звезда Не спи Не спи Художник Не предавайся Сну Ты Вечности Заложник У времени Спасибо Друзья До свидания Спасибо Большое Всем Сергей Анатольевич Покланяйся Уважаемые гости Московского Дума книги Давайте Подарим Аплодисменты Нашим Артистам Ведущим Творческой Группе Организация Спасибо Всем Спасибо 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 Дорогие Поэты Спасибо Господа Актеры Надеюсь Мы встретимся Еще На этом Замечательном Пространстве До свидания